Бёдрышко, она подписала в холодильнике, бёдра готовые для самих ресторанов. Сушев, шеф. Нормально. Три ребра макнул. Не беря конфеты. Молодец. Сахар, сейчас буду мерять. Такая красота, я возьму вот эти штучки, которые вытирают. Обязательно продам. Прийдем в два часа женщина. Да. Помой голову, хоть ноги помой трошки, я не знаю, что. Да ноги помою, а голову не хочу учить, так хорошо одев. А то у меня вчера я до самого полдесятого держала. Вот это уже болело. Ну и сейчас не болит? Сейчас нет. А то не прям болело до самого вечера. Ничего привыкнешь, не будешь ощущать. Палец давай. Так ты же зачем в одном месте делаешь? Вот возьми палец. Прижми вот тут с краю. Прижми, да. Вот так, да. Все. И ко мне. Все, бросай. Все? Вытирай. Ага. Прижми еще. Вот так. Та хватает, что ты вытирай палец. Вот симметри. Понятно. Ну непоганий. Неплохо. Хай бы так, сынок, я держала, чтобы не больше было. Как бы мне еще вот это устало уже при тобе, вирешила промовчать. О, это болит. Дуже болит. Сейчас я устаю. Ну главное все проверяем. Ничего нема. А откуда боль? Боль. Если бы ее не было, уже б легче было. Ой. И глазах. Это. И зубы. Оце два штуки. На ниточке. На цей ниточке держится ця сторона и ця. А они все шатаются. Зачем ты шатаешь? Шатаются. Зачем ты шатаешь? Ну а зачем ты шатаешь? Я боюсь своих, чтобы я их не проголотил. Иди Новый год. Иди День народжения. Рездво. И останусь как бабка без зубов. Так а что ты хочешь? Что тебе сделают? Что сделают? Надо снимать и по новой ставить. Вот эту часть. Они же на черте чему держатся. Самвелкар. А как проглотят, они не вывезут. А там металл. Вау. Ой, господи, помилуй. Ведется выставить до стоматолога. Ось, а ты спишь, зайчик? А ты спишь? Красотунчики. Да. Без двадцати. Хорошо. Ира не звонила сегодня? Десять. Сейчас буду придать. Ира не звонила? Мам. Десять сорок. Мама. Ира не звонила сегодня? Что я не делала? Ира не звонила сегодня? Я бетон? Ира не звонила сегодня? Ты поняла. Ира не звонила сегодня? Восемь лет. Запусала? Ира сегодня не звонила? Ира не звонила? Ира не звонила. Ирочка, да. Не звонила? Нет. А что еще хотела? Телевизор? Нормально. Батюк, ты сейчас тихо разговариваешься. Да, слышишь сама. Ты сама перестала орать. Я тихо была? Конечно. А я не знаю. Ты сама перестала орать. Понимаешь? Ты перестала орать. Я просто так хорошо встала. Мне не болеть. А то целую. Ой, до полдесят ночи болело. Прям хотела снять. А я думаю, что я сейчас буду трошки тридцать. А потом... Я вхожу с утра. Знаете, как это с свиньям, поросятам. Сейчас до Сайгака. До Сайгака. Ты из дома, да? Да. А сколько платить? Чего ты не знаешь? Я заплатила зрительница. Тебе зрительница оплатила. Я не буду говорить, кто из Украины. Зрительница оплатила. Тебе эту услугу. Мне? Услугу, да? Услугу оплатила. И что? Придет услугу. А, услугу. Услугу. Да. То есть придет тебе на дом человек. Будет тебе все делать, все что надо. Ногти обрабатывать, натоптыш. Поняла? Ага. Я не так давно парила. Ели позрязала. Так то тяжело. Олешка, тетя Валя. Вот такая у него, какая была невеличкая кусачка. Нажимал и всегда шестидесятиме было обрязано. Они встают тверди. Все ж не владеют. Это у вас семейное. У бабки были когти, у бабушки не коми. А знаешь, что Ирочка сказала? Мам, почему вы такие услуги платите? Что мы хотим купить? 9 или 8 тысяч. У вас же есть. Есть. Пошли. Кто бы она не была по специальности. Чи терапевт, чи гинеколог. Скажите, вам надо до эндокринолога. Она даёт бирку и ты ничего не платишь за услуги. А мы 9 или 10. Мам, мы пришли в частную клинику. Какие 9 или 10? Это аппараты у тебя дорогие. Аппараты по 13 тысяч. Ага. Какая услуга? Услуга там 200 гривен прием. Ира знает все. Ну ты на два придешь, да? Ира все знает. А как тебе скорую вызвать, не знает. Ага. Бабки. Ну ты вывезь, что я сказала. Хорошо. Хорошо? Что? О, есть специалисты. Так, можно втекнуть. Опа. Я вам помогу, не слушайте. Давай. Всем привет, ребятки. Иду мамы. Так, это значит синяя. Синяя это куда? Ой, я даже сейчас. Синяя это левая. Левая это будет. А правая красная. Левая нормально, да? Да. Нормально? Слышно? Хорошо. Все, давай следующий. И оставляй коробочки дома. Хорошо. Вот они. Добрый, добрый синяк. Это левая. Я бегу. Молодец, молодец. А это не закрыла, видишь? Да, я специально, потому что упала. Молодец. Я же ее не подняла с пола, поэтому не закрыла. Не понял. Как начала ловить, она текла. Один-один. Раз. Один-один. Сейчас раз. Один-один. Раз-раз. Один. А, есть. Да. Да, меняла. И ту, и ту меняла, да? А ну давай запыхай. Ну что, нормально? Нормально? Да, нормально. Все слышно хорошо, закрывай. Нормально. Закрывай и поехали. Идем к таматуру. Я специально. А ну покажу сейчас губы свои. Хай подивляться куколке. Ты знаешь, мне не тебя понравилось. Ну, трошку и со стороны больше, чем у тебя. Я пришла, да? Молодец. Я в квартиру сейчас. Давай, давай, выходим, выходим. Сейчас, 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 сейчас. Тут тряпка взяла. У двух там его дать я в туалет, чтобы. Может, она его не постирала. На батарейке сушила. А вот дело то еще. Видишь, хорошо, когда уши одеваешь. Намного лучше с ушами. Не надо не орать ничего. Нет. Горло срывать. Иди прямо, прямо. Переступай через каждую. Давай, давай. Вот так. О, бачишь? Надо переступать. Ты не хочешь? Что ты выворачиваешься? Ходи ровно. Ровно. Самый лучше. Ровно. 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 Вот так, да. Носочки на пятку. На носочек на пятку. На носочек на пятку. На носочек становись. На носочек. Тяни носочек вперед. Не пятку. А носочек тяни вперед. Носочек. Вот когда идешь на ступеньку, носочек тяни вперед. Вот носочек вперед тяни. Носочек. Вот. Носочек. Поняла? С носочка на пятку, а не на пятку бухайте, с носочек, носочек тяни вперед, носочек вперед, так же мягче, вот так надо, кошечка так, раз, раз, что надо найти и врача, почему в спине. У меня зубы уже тысячи вышли в верхнюю челюсть, тысяч 40 точно, пломбы, каналы, сейчас еще отбеливание, нижнюю еще надо начинать делать уже после Нового года. Да, наверное, уже не встит. А у меня крайне сима, что еще буду на ногу, бабка страшна. Нет, сейчас тебе не буду делать, сейчас только осмотр, а потом только будут решать, а потом скажут, что они могут. Можем делать с нижней, можем еще, скажем, менять, чтобы уже вода на голову, что в тебе сказать, они еще больше своих, а тут больше коробных. Ну, как вам губы? Хай, хорошо. У меня верхняя губа стала такая же, как нижняя, смотрите. Молодец, ночью будешь спать. Ну, у меня же не спалось, стирала, потару счесывала, то салат делала на другой день, чтобы было у меня. В общем, вот такая салатка. Черт и шо, обошелся. А какой сахар? Сахар был у меня. Сука же, Бога, мая. Пошли. Чуть без салатка. Высокий. Раньше так я стеснялся, что-то в очках, а сейчас не стесняюсь. Я понимаю, что это зрение без очков вообще капец, на дороге опасно. Седай так, чтобы удобно было. Седай мне. Поможешь. Да, сперва та нога. Потом, давай, давай, поднимайся на той ноге. На сахар? Да, поднимайся. Опа. Вот, теперь ее же вперед. Ага. Так. А подальше, вот и все. Опа. Ох, теперь меня застеблю, чтобы я не мучила. Быстренько поеду. Закривай. Давай, давай. Садись. Ой, все уже. Брось, брось. А ты знаешь, Самалка, я ж, когда девочка у нас была, я ж голову не мила. А сегодня кинулася, Ира ж убирая, я говорю, Татяна Васильевна, а у вас вот этот проводок и на концы же все, чтобы тикать, не влази. Милый. Той проводок. Чи здоровый. Ну, вот это, как пружина, вот эта длина, что ты снимаешь, ее купаешься, да? А потом надо же на место поставить. Ну. Надо же поставить. Ну. А вона вот сюда не залази. Как не залази, как всю жизнь залазила. Не знаю. Надо издалека засунуть, от пружины начинает. Так она не залази, если ее прямо ложить. А надо, тут она тоньше, а там где сифон толще, поэтому засовывать надо от тонкого, вот так. От тонкого. Ну, там же вот такая штучка, держатель вот такой. Да. Если ты будешь вот тут сунуть, не всунуть, вот так надо всунуть. О, а она тоже не смогла, а я. Вона даже вставала на вот эту. Ну, как в леса выскочила. Ну, вот эту встает, вона, чтобы это. Она просто всовывается, она не ставится так сверху. Она вот так вот начинает, где трубочка, вот там тоньше, вот так надо подсунуть. Понимаешь? Надо всунуть, вот оно кругляшок вот такой. Если вот так не влезет, надо вот так. О, черти хвост. Что там, черти хвост? Николай такого не было. Ну, как оно не влезет, оно влазило. Не знаю, я говорю, не по размеру. Оно же не могла железка изменить форму. Ну, да, я говорю, оно не по размеру. Я говорю, так я еще и не мила голову, не с колой себе, под колоухо поставила. Как вот та женщина была, ты что-то заходил в ванне. Размер. Я думаю, что ты там делал в ванне. Ты заходил, как вона была женщина. А я не мила голову. Что я заходил? Чего то? Никуда я не заходил, я брал крем, колотремазонки. Хорошо дело женщина-то, да? Да, вот теперь буду ее только брать. Не доякует. Бачу, она на суху. Ма такого прибора, чтобы разрезать у меня сахар, чтобы мне навредить. Понимаешь? Совсем по-другому. Подошва хорошая стала, да? Ой, да. Ты что, как у младенца? То у меня оно так зашкарублено было, знаешь. Ногти вот такие толстые. Ногти толстые, нарушения. А теперь мои. Маленькие остались, и все. Она сняла эту толщину, да? Да, гадостью тут поснимала. А вот тут я вот так замалка ставила, вот так. И начинаю сдирать на пятки. Вот так понаростала кожа. А сейчас немало. Она куска мне. Сейчас я как у младенца. Гладенько-гладенько. Вот что значит, если хороший человек понимает. Спасибо той женщине, что подсказала нам это. Та женщина не подсказала, а наняла ее. Ага. И заплатила деньги. Заплатила. А теперь мы будем брать. Вам спасибо, что вы нам подсказали. Все равно в мире не без добрых людей, я кажу. Все равно много хороших. Больше в него хороших. Ну а есть, конечно, попадаются. Это ужас. Что портит настроение и собалки, и мне, и всем. Меня никто не портит настроение. Ты уже не обращаешь внимание. А я сразу прямо плакала. А теперь думаю, да пошли вы на вас обращать внимание. Бережи себе и свое здоровье. Как мне Маринка сказала. Тетяна Васильевна, бережи те, что у вас осталось. Вот это бережи. Чтобы не пропадало воно ничего. Воно как на зло. То новый год иде, то глаз, глаза, сетчатка, то пятка. То часто в туалет бігаю. Это все до кучи. Не спишусь, а на куча на 2 минуты позже. Куча. Хай подивиться, воно шатается. Который здоровый зуб, держится на здоровых зубах. А они не здоровые, а как ниточка. Вот это за счет этого. И на эту сторону держат, и на эту. И уже стали шататься от здорового зуба. Два петля. Сейчас ты все объяснишь. Ты сейчас слышишь хорошо, понимаешь хорошо. Да, да. Видишь, как хорошо, что не надо армать тебя. Да. И ты не кричишь уже, да? Конечно. Я же так с тобой разговаривал. Ага. Я бачила женщину одну, мне Зина показывала, коли мы были в хозе. Кажет, Татьяна Васильевна, смотрите, а это бабушка, каже, из моего дома. С двумя палочками пришла, где Зина живет, и аж туда в хозе. Два, одна-двю палочки опирается, и пришла скупляться. Кошмар. Ну, это спина дает мне тоже. Каждую ночь стою в туалет не один раз. И дает мне хорошо, очень больно. И я придурлюсь, конечно. Придурлюсь. Вот это ты должна, вот это. То, что я должна, я это делаю. А мне подсказок важен. Не надо. Вот есть добрые люди, хорошие подсказки. Насчет больниц, насчет докторов. Вот это спасибо большое, низкий Бог. Какие гадости написали за икону, Боже, Боже, за что почитать? Братерь, Боже. Черт, что пишут. Какие гадости, Боже. Какие гадости. Что бы оно ему совершилось? Да не надо ради Бога. Хай оно никого не разрешается, хай оно и нейтрализируется. Хай оно и нейтрализируется, но что они пишут? Вы безбожники, зачем вам икона? А ты, Свята Божа, судить. Кто Божник, а кто безбожник. Ага. Порой безбожники ближе к Богу, чем ты, Божница. Вот именно. То есть поклоны бьют, а оно само не годно. Да, оно до срака. Да. Держи душу в чистоте. Покажи мне веру из дел своих написано, а не из слов. Делами показывай веру, а не словами. Вот именно. Ну, как Нафиса говорила, я, говорит, умолюсь, Коран читаю там пять раз в день. А ханафи, говорит, меня нахуй пошлет и пойдет, поможет, говорит, другу среди ночи встанет и поможет, а я б не встала. Вот так. Говорит, и пойди, знай, кто ближе к Богу. Он чья? Говорит, его позовешь, говорит, он ночью встанет, меня пошлет, говорит, и пойдет. Ой, Господи, Боже мой. Блядь, вставь нахуй. Едешь, не едешь, блядь. Стоишь. Зеваешь, дура. Баба зарубит. Ага. Не аварийку, ничего не включила, стало быстрее дорогу. Поэтому такие гадости уже почтал. Господи. Ты не читай, Игорь Шмидт. Повесуйтесь друг на дружке там. Не читай. Сегодня Стас приехал по-моему ходить, повесить икону. Ну, там надо только ниточку, проволочку стальную, потому что там крепление самого верха, и когда провисает, то видно вот это надо. Это за что ты кажешь? Ну, икону, вот эту, что Олесе подарила. Почепить можно, да? Да, спасибо, там благодарили меня. Опять за Олесю писали спасибо. Почепихай в осить. В хорошем месте. Уже повесил я. В угольчику десь, да? Нет, над телевизором прямо. Над телевизором я поняла. О, я давно в тебе была, сынок. В одном городе живу. Не помню, когда я была. Честное слово. Когда последний раз. Не могу вспомнить, и все. И это же не сто год назад. Видишь? Какая память. Какая память. Какая помнишь? Какая где? Так, повернемся. Все, едем. Как бы уже так поставить, чтобы мне до конца моей жизни хватило. Год на пять. Чтобы было. А не то, что через год. Еще пять год собралась жить. А что больше? А вдруг меньше. Меньше? Ну да. Не надо. Меньше. Годы летят быстро. Да летят. Ой. Годы, годы, годы. Надя когда приезжает? Вона, я стою в стоматологу, а она мне звонит, звонит. Я взять трубку не могу. Завтра уже, да? Да, завтра субота, 23-й. Правильно? А сегодня Ира оббирала. А сегодня не 21-й? Нет. Ира оббирала сегодня. А, а завтра приезжала. Да, Надя завтра приезжала. В 11-й, сказала маршрутку на 11-й заказы. Ну и плюс время. Три часа. Часа на два будет. Самвел, билеты уже есть. Билеты, когда я купил, мне переслал. Билеты уже есть на Хитролиса. Куда билеты? На Хитролиса. А, и мне купил? Ну, наверное, да. Ну, так же, что? Самвел, билеты уже есть. Билеты, когда я купил, мне переслал. Билеты уже есть на Хитролиса. Ну, все, хорошо. О, еще пережить всего Хитролиса. И что? Просто, говорю, пережить. А, переживем. Тяжелый спектакль. А, тяжелый, очень тяжелый. И все время ты на сцене. Все время что-то делаешь, скажешь, прыгаешь, бігаешь. Кажешь вам. Ты кажешь, есть ли не надо. А калории куда уходят? Килограмма два теряешь за спектакль. Да, ну вот так. Я стану на веса до спектакля. Да, а ты сань. Уже скоро 28-го, да, спектакль? Вот. 28-го с утра сань. Изважься на тушчак. Не, перед спектаклем. Перед самым спектаклем. Давай. А там есть веса? Ну, есть. У меня есть дома. Дома зважутся, приду зважутся. Пишу. Не буду ничего. Да, хорошо. Ира купила мені швабру, потому что она не может. За 119. Принесла, каже, были дороже, трошки тверже. Ну, каже, надо было это взять, чтобы не поломалось. Ну, каже, хай, мне сейчас в магазин надо заходить, я всю заберу собі, а вам принесу на другой раз, яка более дебела, твердіша, там рублей 20 разница. Я доплачу, и все. Ой, еще принесла мене. У меня на стекло есть, а на тарелки, на туалет, на пол, пол и стены одинаково, иди, а тоди на тарелки, и на туалет. Там мене уже покончалось, я договорила, скажу, если все нормально, на следующий месяц, январе, тоже так, да, ще забула, Юлия Валерьевна мене позвонила. Она мене сегодня написала, я поздравю ее с Новым годом, говорю, заведующий, привет передавай. Я поздравила. Тем девочкам, говорю, що работают, привет. Да, я тоже сказала, с наступающими праздниками. А вона мене каже, Татьяна Васильевна, я тихо прозваю, я кажу, я була на кухне, и почула телефон, а то сидела сбоку, скажи, як ти мене казав, мама, телефон звони, коло мэна телефон є. Сейчас уже все слышишь, ты так одевай, не снимай с утра. Ты хоть откроешь, а смотри, шум улицы сейчас услышишь. Слышишь? Да. На трамвай поехал. Машина воды. Вот все сразу ничего, сынок, левая. А тоді начинала боліти. Оттуда всунули, чи вже надушили, чи хто его знай. Правая не, а левая. Ну, через місяць будем у врача, скажешь. Може слепок знімуть, другий зробить, то цієї штучки. Это ж слепочек твій, индивидуальний. Ну да, я поняла, я поняла. Вона ж крутила, і отправляли в Київ, а остальные в Києві. Може, что-то не так зробили. Да, може. Ну, болить, як ото зуби. Поділайте, а тоді ріжуть вони то ще. Опять же, обращаються до цього стоматолога. Хай дивиться. А це щас подивимся, він сам побачить. Тут аж шатаюсь, кола здорового два, туди далі один, це права, это, верхня челюсть. І з цієї сторони. Уже їм, думаю, хоча б не проглотити. От і пішов, а я бала, кала с Оксаною, що п'яточку діла. Вона каже, не дай Бог, каже, проглотить. Тоді то розрізать будуть, то ще ж. Представь, як їх витягати. Зуби? Ну да. Та в туалет вийдеш. Та есі вилізе, а есі отак стане, треба, щоб отак же став, і вийшов. Хай лучше не. Ну шо там, тебе така, воно ж шиве, через жопи зуби вийде. Так, всю жість казала, срак і зуби посчитаєш. І підбали я там, как у нас, десь нерв болить. Під вилетем. Я тільки не хочу пластин, я скажу, я пластини не зможу носить. То есть, показують по телевізору. Аргора, все, і отакі губи, негри, отакі толсті, природа. Уже взагалі не було. Була така... Варшалу все-таки. Які? І як у Віры, тонкі. А в тебе шо, товсті? Тебе в себе без губа. Десь пірання. Покажи. Нормально. Де тебе губи? Вто губи? Звісно, а що це свисток? Свисток. 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 Тут Новий год, Надя, от не в умі, а нас он полячав. Ти щас, смотри на врача, і слухай, що він каже. Не на мене дивись. А слухай врача, і розаварюється врачок. І ти, і ти слушай, запоминай. Я слушаю. А ти на мене не зірка, і дивись на врача. Самелка, мені можна, якщо допустимо, зробити в губці, туди гречку, потім грибочки, грибочки. Не треба гречку? Та що, голівуды? І овсянку не можна? Ні. Добавить кашу. Ні. Ну, значить, одні гриби. Гриби і фарш. Можна так зробити, так? Ось і все. Мені хочеться губчики наділить. Капуста я набрала, скільки треба поріжу, в мене два відеечка хороші, нові, пластмасові, з кришками. Рук кваситься на кухні, тут тепло, а тоді на балкон. І скільки треба прийшла, мисочку взяла. Все, так?